Привет всем! Когда речь заходит о незыблемых японских традициях, первое, что приходит мне на ум, это инцидент пурпурных одежд. Вернее, даже не сам этот инцидент, хотя он интересен, а то, что за ним последовало. Вкратце, чтобы не утомлять вас деталями, было это в 1629 году. В Японии на тот момент было два правительства, сакральное, которое император, и фактическое, которое Сёгун, военный правитель. Император находился в Киото, а Сёгун находился в Эда, который сейчас Токио. У императора было не очень много реальной власти. Одна из вещей, которая по-прежнему была ему доступна, он назначал высшее духовенство буддистских школ. И, понятное дело, что Сёгуну и это хотелось прибрать к рукам. Я думаю, вполне понятно, почему. Потому что свои люди на таких местах, по крайней мере, не помешают, очень даже помогут. И совсем не надо, что там сидели какие-то левые чуваки, назначенные императором. И вот Сёгун активно, даже не один Сёгун, несколько Сёгунов подряд очень активно боролись за то, чтобы им передали в том числе и эту привилегию. И, в конце концов, в 1627 году Сёгун Хидетадос заявляет, что всё, предыдущие назначения в течение 10 лет аннулируются, потому что вы их с нами никак не согласовывали. На это очень сильно обижаются, в первую очередь, буддистское духовенство, потому что они выясняют, что они оказываются не на своих местах, их неправильно назначили. Они посылают в Эда письма с требованием, да как же так, да что вы себе позволяете. В ответ на это обижается Сёгун, заявляет Ахтака, не хотите ли вы в ссылку. И отправляет просто в ссылку практически всех, кто на тот момент были. И на это уже обижается император. И делает такой неожиданный финт ушами, уходит в отставку. Ну, просто говорит, что всё, я заболел, мне плохо, я ухожу. И ни с кем этот шаг вообще не обговаривает. И в первую очередь он его не обговаривает с Сёгуном. Сёгун оказывается в очень неприятной ситуации, потому что с действующим императором ещё что-то можно сделать. Например, вынудить его уйти в отставку. А если он уже ушёл в отставку, то всё, что ты с ним сделаешь. И ситуация вообще оказывается крайне неприятной, потому что император, повторюсь, это сакральная фигура. Он нужен, он должен быть. И если у нас нет императора, то непременно случится что-то плохое, а что конкретно, ну, лучше даже не проверять. Кто-то должен править, кто-то должен быть императором. Вопрос, кто? Назначение императора – это очень сложное дело. Он должен устраивать всех. А в тот момент было практически, не было никого, кто мог бы устроить вообще все группировки. И что в итоге решают? Императрицей становится шестилетняя дочка отставного императора и по совместительству внучка Сёгуна. Да, они все были ещё и в очень плотном родстве. Вот так. Правила она 14 лет, потом ушла в монахини, треклась от престола. Ну, к слову сказать, это был единственный шаг, на который вообще могли пойти императоры. Они все уходили практически в монахи, без вариантов. И дальше уже шло как-то более-менее нормально. Так вот, что это вообще было? Как так получается, что у нас императрицей становится шестилетняя девочка? Это какое-то попрание традиции или что это? Нет, это компромисс. Компромисс, который на тот момент хоть как-то, хоть каким-то образом всех устроил. Представить себе что-то подобное в наше время, я думаю, невозможно. Сейчас как раз очень активно идут разговоры о том, что а может ли у нас быть не император, а императрица. И, например, правящая партия заявляет, что да не, не может, вы что, это попрание традиций. В связи с этим есть у меня одна теория. Я вообще считаю, что пока традиция живая и действующая, пока она имеет смысл, в ней завожена некая вариабильность. Есть пути ее обхода, и это действующие пути. Но как только традиция начинает отмирать, она становится все более и более ригидной. Грубо говоря, как только нам в голову все чаще и чаще начинает приходить, что мы можем просто дропнуть эту традицию, и ничего плохого не произойдет, тем сильнее мы будем пытаться ее сохранить именно в том виде, в котором она нам досталась. Вот такая интересная теория. Интересно, что вы об этом думаете. Ну а пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok